Я приехал в Таиланду, у меня сбылись мечты. Я поставил все, грубо говоря, на вот это, на канал. Есть ли бандиты, рэкет, криминал, которые попытаются тебя отжать? Бандиты, рэкет, криминал — это менты. В Таиланде проблемы могут взяться, откуда ни возьмись. Там мафия, уго-го-го-какая. Пангкок — это мировая столица вообще всего движника. Трафика, оружие, телок. Оптимальный размер фермы для старта и почему? Пришлось изучать буддизм, пришлось понимать вообще охот их мысли. Стройте, выращивайте. Но иногда мысли материализуются. Нужно быть аккуратным в своих желаниях. Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале. И сегодня у нас очень интересный гость. Он профессионально занимается постройкой *** ферм, выращиванием *** и ее реализацией. И сегодня мы поговорим, как построить свою ферму, сколько это стоит и сколько на этом можно заработать. Причем совершенно легально. Спасибо, что согласился прийти, поговорить о такой интересной теме. Расскажи немножко, как ты пришел вообще в индустрию ***. Первый раз я понял, что это прибыльный бизнес еще когда был в Барселоне. Это, наверное, лет 10 назад. И потихоньку-потихоньку как-то об этом просто думал. А знаешь, но иногда мысли материализуются. И нужно быть аккуратным в своих желаниях. Я это как-то говорил все в шутку, в шутку, я помню. Но через какое-то время череда событий так меня поставила в жизни. Что я оказался в Америке, увидел это своими глазами и понял, что надо этим заниматься. Но самое большое впечатление на меня провело, это, конечно, когда я в Америке, в Калифорнии, приехал на север, увидел это все своими глазами. Я уже когда возвращался, я уже ни о чем другом не думал, в принципе. Хотя и были другие варианты по бизнесу. И они работали на то время, но я все-таки принял решение, что я поставил все, грубо говоря, на вот это. На кон... Какая страна самая крутая? То есть, будешь про Калифорнию. То есть, где самые хай-энд фермы, где больше всего бабок? Это там Европа, либо как раз Калифорния, где круче? Ну, все в Америке. В Европе... Но в Европе уже представлены канадские даже конторы, такие как Аврора. Но Канада, Америка, разные вещи. Самая крутое, это Калифорния. То есть, там все самое передовое, потому что там время никого не щадит. И там очень маркет из Валитав. Тебе нужно быть постоянно впереди планеты всей, чтобы выходить в плюса. Конкуренция там громадная, и поэтому она заставляет американцев делать. Вообще, американцы – это самые крутые фермеры. Самые крутые фермеры в мире – это американцы. У них самые крутые технологии. Это касается не только... Это виноград, в Калифорнии все засажено виноградом. Это все культуры вообще. И сельское хозяйство, и животноводство в том числе. То, что в Америке там люди делают, это... Здесь ты в Европе не увидишь такого. Там, если люди выращивают коров, там, биф, да, то есть, ты едешь, это... 10 миль вперед – это поле. И вонь такая стоит от этого, ну, что приходится закрывать, выключать кондиционер. В машине все, потому что, ну, невозможно. Там, если кто-то чем-то занимается, то он занимается этим профессионально. Не профессионалов, там, как бы, сфера не щадит. Они вылетают очень быстро. Друзья, если вы только заходите в нишу CBD или давно в ней работаете, вам, несомненно, нужен крутой дизайн сайтов. Дизайн сайтов, который конвертит ваш трафик в продажу. Хочу порекомендовать вам, моих друзей, команду Of Arts, которая делает крутой дизайн в нишах CBD, гэмлинг и беттинг. Ребята отлично разбираются в SEO, поэтому вы получите дизайн с учетом всех последних требований поисковиков. Им не нужно объяснять, как конвертируется трафик в нишу CBD, потому что на их дизайнах уже работают топы индустрии. Да, кстати, дизайн для своих бизнесов от презентации до сайтов я заказываю в Of Arts. Так что это личная рекомендация. И еще несколько моментов, которые вам нужно знать об Of Arts. Ребята не тянут резину и очень быстро дадут оценку по вашему проекту. Все дизайн проекта завершаются четко в срок без каких-либо сюрпризов. У них большой штат, и они уже завтра готовы стартовать по твоему проекту. Ну и, конечно, с ними работают топы CBD, гэмлинг и беттинг индустрии. Поэтому переходи по ссылке в описании, заказывай дизайн для своего сайта. И по традиции, по промокоду Олег, получай скидку в 10% на первый заказ. А мы продолжаем. Где легально? Вот я знаю, сейчас мы будем говорить про Таиланд еще отдельно. В Таиланде легально. Можно получить лицензию в США. А что с Европой? Есть легалайз, есть декриминализация. Надо эту вещь путать. Разные вещи. Вот легалайз на сегодняшний момент – это Америка, некоторые штаты. И то это не на федеральном уровне, в некоторых штатах. То есть это нельзя говорить, что в Америке, как в стране, это легально. Нет. Там есть штаты, за которых ты присядешь. Даже если тебе это найду, так, 5 грамм. Такие, как Техас. Но я не знаю, как сейчас. А есть штаты, допустим, такие, как Орегон или Вашингтон. Там, где вообще и клингер может быть в магазине. Но это не значит, что во всем Америке это легализовано. То есть в некоторых штатах, скажем так. В Южной Америке есть некоторые регионы, где это тоже как бы легально. Но никакой документации об этом нет. И таких вот прям крутых регулировок еще ни в одной стране мира. В Европе это Амстердам. Это сейчас Португалия, Люксембург, Германия, Польша. Там пытаются, но пока это ХМ, CBD. Ну, там от CBD один шаг до рекреационного уже использования. Так что потихонечку-потихонечку пробирается культура. Видишь, Канада первая, да? Ну, Канада вообще как бы спас от дефолта. Начнем с того. То есть, их экономику канадскую спас от легализ. Южная Африка, ЮАР, там в этом регионе что-то может. А так вообще Азия очень закрытая по разным веществам. Китай там за вообще серьезные наказания. Но она и стоит там 300 долларов за грамм. Ого, ничего себе. Это очень дорого же получается. Ну, можно с пулю схлопотать, понимаешь? С одной стороны, как бы на чашу весов 300 долларов и пуля. Да, чем строже наказание, тем дороже цена. Логично, логично. Кстати, я сейчас в Бенес-Айресе, в Аргентине, и слышал, что здесь сейчас готовится закон по легализации. То есть, здесь и так как бы, если там, по-моему, полиция поймает тебя, и у тебя в кармане не больше 30 грамм, то ничего не будет. Тебя отпустят, скажут, ай-яй-яй. Это еще карман надо, знаешь, здоровый иметь для 30 грамм. Да, да, да. И здесь это декриминализовано. И сейчас я слышу, что ребята начинают здесь строить фермы. Тоже здесь климат хороший. Там луга, поля. Здесь очень плодородная земля. Я не знаю, мы дальше поговорим про климат еще. Но готовится что-то, тем более новый президент, Хавьер Милей, сейчас пришел в Аргентину, он капиталист. И он будет всеми путями накачивать экономику. Поэтому, возможно, тебе стоит рассмотреть для твоего бизнеса и Аргентину. Я знаю, что ребята строят. Строят и готовятся. Прочитал пару книг про Южную Америку. Тоже вдохновился этим материком. Хотел бы там, конечно, побывать. Здесь пока делов еще хватает, знаешь, чтобы думать о каких-то других странах. Пока нужно все сделать в Таиланде. То, что мы задумали, то, что мы спланировали. И сейчас как раз в это самое время, когда мы записываем это интервью, я заканчиваю стройку. Вот у меня, грубо говоря, через неделю сдача объекта. Такое самое тяжелое время в любом бизнесе, наверное, и в любой стройке. Это когда ты подходишь к каким-то срокам, дедлайнам, что уже вот надо сдавать проект. И какие-то всегда мелочи там всплывают, знаешь, какие-то проблемы и прочее-прочее. Потому что в Таиланде проблемы могут взяться, откуда ни возьмись. А в каких странах ты строил фермы сам, несмотря на то, что есть там это, с точки зрения закона легализации, либо нет? Где у тебя был опыт? Мой опыт начался в Америке. Я там научился строить фермы. В принципе, я построил довольно-таки много ферм в Америке. И будучи работая на кого-то, и свои какие-то локации я строил. Очень много, потому что мы иногда там с ребятами подрабатывали, делали другим фермы. Либо маскировку какую-то определенно. В Оклахоме построил 4 ангара, по-моему, по 7 есть ламп. Каждый мы строили, да. Это тоже большой довольно-таки проект. Потом строил в Европе. Ну, строил в Европе ради теста, знаешь. Вот хотел, когда вернулся уже обратно, хотел просто проверить, реально ли сделать калифорнийский вариант. Вот просто вот я, допустим, нахожусь в Европе, и вот с нуля сейчас перетащить все оборудование, переделать розетки, все сделать по 220. В стране, где это нелегально, с нуля самому вот это сделать, сделать все одному. Мне это удалось. И как только я понял, что это можно делать не только в Америке, что, в принципе, сейчас все это доступно, я как раз вот начал подворачиваться Таиланд. И вот сейчас это, грубо говоря, моя дипломная работа. То, что построил сейчас я, да, это я вот со всего, со всех моментов, где работал, где видел, все собрал в одно. И, грубо говоря, вот это сейчас финал моего пути по этому делу. Самая топовая ферма будет? Не знаю, может быть, она будет не самая-самая топовая с точки зрения какого-то оборудования, хотя у меня есть комната топового, самого дорогого оборудования. Но эта ферма, скажем так, она отвечает всем тем требованиям, таиландским, грубо говоря, потому что здесь помимо того, что нужно вырастить, это все нужно еще обслужить. То есть ты можешь построить громадное фасилити, повесить там 200 лампочек, да, а когда начнутся чистка, либо стрижка, урожай у тебя просто не будет этих рук. Поэтому нужно здесь брать тоже ношу по себе. Какое у тебя образование? Что ты вот прям, ну это же прям здание, ангары, и всю электрику нужно, кондиционирование. У тебя строительное образование? Ну, я с детства начал работать на стройке. Где-то, наверное, первая моя работа, это было 13 лет, наверное, было. И я уже в 13 лет летом работал на стройке. То есть, ну, лет, наверное, до 17. Наверное, отец хотел показать, или меня приучить там, показать мне хотя бы на примере, что ручной труд тяжелый, но мне приходилось как бы работать. Я это четко усвоил там за три сезона, что руками особо денег не заработаешь, и что труд такой тяжелый. Поэтому инструментами я умею обращаться с детства, грубо говоря, ну, любым. Короче, опыт пригодился в итоге твоего подросткового труда на стройке. Смог монетизировать. Подростковый труд, как бы он убрал страх, к пользованию инструментом. Допустим, вот когда я в Америку попал, тебе в руки попадает тяжелый инструмент, такие как бензопилы, там. Ну, очень, вот такой, знаешь, человек, который, грубо говоря, шуруповерт в руках не берет, но к бензопиле вообще не подойдет. И мне уже все понятно. В принципе, как строительная механика более-менее работает, образования у меня нет. Просто опыт. И чем старше как бы я становился, какие-то, ну, мы делали проекты, я участвовал в разных, и постройки тоже. Этот весь опыт, ну, пригодился. Когда я только начал читать, узнавать вообще про Гровера, что такое, кто такой Гровер, я сначала думал, что это просто человек, который выращивает траву. Но нет, в процессе моего пути я понял, что есть Гровер, мастер Гровер и отличие этих профессий, кто должен обладать какими знаниями. И поэтому пришлось изучить кондиционеры, пришлось изучить вентиляционную систему, пришлось изучить электрику, как американскую, так и европейскую. Пришлось изучить сантехнику, кое-какую научиться работать с плампингом. Вода нужна, потому что, да, для развития? Да, ну, воды куча надо, да. Это самое всё важное. Это электрика, вода, кондиционеры. Грубо говоря, пришлось это всё, вот всему этому обучаться. Это уже такой, знаешь, не быстрый путь, грубо говоря. А обучение у меня происходит, и у меня такой склад как бы ума, что я больше понимаю на практике. Ты можешь мне там про кондиционеры объяснять часами, но я два поставлю, и я уже понимаю, что мне надо делать, как работать с оборудованием, и никаких проблем нет. Есть разные люди. Есть вот люди, допустим, которые, они воспринимают на слух, может, какую-то лекцию там прослушать, разобраться, побежал делать. Нет, я вот, мне нужно самому сделать процесс, пройти руками. Это да я, чтобы я понимал, допустим, зачем я делаю вот это вот, вот именно вот это действие, к чему оно приводит, и так дальше, дальше, дальше. То есть выстраивал логический какой-то ряд. Ну, это просто особенности, наверное, мышления каждого человека. Так получилось, что я сейчас анализирую, что всё, в чем я в жизни занимался, когда-либо, сейчас мне пригождается это, вот прямо вот в моём деле, которым я сейчас занимаюсь, я просто каждый день понимаю, что всё не просто так, знаешь, наверное, в жизни. И всё это когда-то в один момент в кучу сваливается, и ты понимаешь, что вот оно, типа. Я это же знаю, я же знаю, я же знаю, когда-то же мне это пригождалось, хоп, надо просто применять, и всё. А ещё говорят, звёзды сошлись, да? Да, здесь Таиланд, здесь Таиланд такое, знаешь, создало впечатление, что здесь бываются мечты. Я ни от одного человека это слышал. Я, ну, как бы, стараюсь об этом не говорить, так, очень осторожно с мечтами, да? Но вот ни от одного человека слышу, что вот я приехал в Таиланд, у меня сбылись мечты. Давай тогда как раз про Таиланд поговорим, вот про бизнес. Там это сейчас легально, правильно я понимаю, у нас стопроцентно легально выращивать, продавать? Это легально и декриминализованно. То есть декриминализованно, это значит, что тебя за это не могут посадить в тюрьму? Ну, как бы, всё, он декриминализован, это не, нет нарушения закона, ты можешь там хоть контейнер его волочь, понимаешь? Тебя в тюрьму не посадят. Также отпустили всех, кто получил сроки до этого. И легализовали, да, просто вот выкнули сейчас в рынок. Всё, пожалуйста, ребята, стройте, делайте, что хотите, стройте, выращиваете, но, реализуете, да, реализуете, но вот прошёл год, и сейчас они понимают, что индустрия-то приносит деньги неплохие, есть и теневой, большой рынок и прочее, прочее. И сейчас они, конечно, попытаются её зарегулировать. Как это будет происходить? Непонятно, потому что в Таиланде можно ожидать чего угодно. Но то, что они это не схлоп, вот это 100%, потому что вложены уже большие, большие деньги. Корпорации сюда вошли, и наверняка они, ну, что-то знают. И ещё один такой момент, что тайцы, они деньги просто, ну, для них деньги, они обожают бабки. Вот у них смотришь, они за бабки готовят, всё, что угодно, всё, что угодно взят. То есть, плюс с минусом, если сопоставить, то никто от таких денег не откажется. Но и ещё, что немаловажно, Таиланд, это вообще с 60-х годов ещё считается крупнейшим экспортером, экспортером международным. Тайские шутки, они раньше даже доходили до Калифорнии. Был такой известный контрабандист, Говор Маркс, он этим всем занимался. В Таиланде эта культура выращивания, она уже издавна, издавна, издавна. И эти поколения людей, которые этот бизнес держат, они, естественно, при власти, они власть имущие. И 100% они этот бизнес не отдадут. Поэтому здесь легалайси случился, потому что эта культура, она здесь уже очень давно. Есть люди определённые, которые этим уже очень давно занимаются и скопили, конечно, огромный капитал и имеют влияние. И поэтому они сейчас захотели это делать легально. Но раньше это было нелегально просто. Да год назад за это ты попал в тюрьму. Да, год назад. Я слышал, что очень жёстко было. 8-10 лет можно было за какой-то. Да, конечно, да. А сейчас можно спокойно строить фирму, хоть там по центру Пхукета, по 10 км. И выращивать. Спокойно. И сейчас лицензия. Спокойно в этом ничего нет. Спокойно. Это так кажется, что ты спокойно, ещё спокойно. Ничего спокойно. Там есть определённый порядок действий, которые нужно соблюдать. То есть тебе лицензии, лицензиями сейчас, во-первых, никто не разбрасывается. Это раз. Как сейчас получить лицензию? Ну, как получить? Во-первых, тебе нужны грамотные юристы. Не просто какие-то ребята, а грамотные, которые обладают определёнными связями. Здесь, на острове, там, три фамилии есть, которые решают вопросы. То есть, у твой юрист или лояр должен обязательно быть, как бы, либо там работать, либо иметь с ними связь, чтобы ты получал хотя бы более-менее нормальные, адекватные цены, и чтобы твои вопросы могли быть решены. Он должен построиться, то есть, они всё снимают, приходят офицеры, смотрят, как у тебя всё сделано. У тебя должно быть правильное оборудование. И тебе выдают лицензии. Лицензий тоже здесь куча. На семена, на экспорт-импорт, на выращивание, на продажу. Всё привязывается к определённому адресу. То есть, ничего простого здесь нет. Когда это начиналось, можно было ещё проскочить. Они там выдавали эти лицензии, потому что здесь ещё, знаешь, до сих пор пользуются копиркой. Понял? То есть, через листики ложат копирку. Вот это, чернильная штука в школе. Да, ну, конечно, когда я это увидел, я понял. Ну, типа, 2000-е годы. Мы живём в 2000-х годах. Всё понятно. Двигаемся дальше. Нас это устраивает, как бы полетели. А сколько стоит лицензия вот на выращивание, чтобы ты мог ферму открыть, и на продажу? Каждая лицензия стоит 25 тысяч бат. Я уже в батах живу, слушай, я, знаешь, в долларах уже перестал. 35 тысяч бат – тысяч долларов. На три умножить можно, да? Ну, вот, короче, да, всем, кто слушает, 35 сейчас курс. Может быть, 34 с половиной. Каждая лицензия стоит 25 тысяч бат, но процессы её получения влекут с собой другие финансовые издержки. То есть, чтобы получить лицензию на Гровинку, у тебя должно быть здание, чтобы получить лицензию на продажу, у тебя должен быть магазин, соответствующий требованиям. Определённый, каждый адрес – это плюс 100 тысяч бат, это там 3000 долларов. Ну, и там набегает, короче, сумма. Плюс тебе нужно контору, тебе нужно оформить там людей, потому что иностранец имеет право только на 49 процентов долей компании. То есть, 51 процент у тебя должны быть тайцы, это надо грамотно оформить. Короче, там целы. Чтобы тебя не отжали, всё не забрали. И это в том числе нужно продумать определённую схему, чтобы тайцам было неинтересно, допустим, из себя это что-то отбирать. И ещё скажу, что конторы, которые сейчас занимаются там иностранца, вообще не должно быть. Компания-оператор 100%, которая имеет все лицензии вот эти, она 100% принадлежит тайцам. То есть, все акционеры должны быть тайцы, да? То есть, все 100%. Ты там не можешь сейчас. Ну, просто есть другие разные интересные методы, которые мы разработали. Нюансы бизнеса. Нюансы бизнеса, да? Интересно маржинальный, да? И простой. То есть, смотри, получается, что ты должен сначала построить ферму либо магаз, а потом идти за лицензией к правительству, да? Ну, сейчас именно так это происходит, да. А раньше просто выдавали, типа, ну, давай строим и придём постройку. Да, даже там... Построй, что-то берём, да? Ну, типа того, да. Ты понимаешь, что сейчас это всё полетит? То есть, они же сейчас это всё начнут проверять, они же сейчас начнут ездить, смотреть, они сейчас начнут, и это уже началось. В первый момент они заходят на ферму, если там нету тайца, который поливает. Иностранец не имеет права работать с руками. Да, да, я слышу, у них даже ограничения в туристическом секторе ты не можешь быть гидом. Везде. Они защищают своих людей, чтобы иностранцы, которые более ушлые, трудолюбивые, там, хитрые, не захватили Таиланд. Я считаю, что это правильно политика. Это 100%. Иначе бы добрые вот эти ребята тайцы, просто бы, ну, их бы выжили иностранцы, англитосы, русские. Канализировали бы их, и всё. А эта страна, она никогда не была ни под кем. Но они, да, они такие свободолюбивые, понимаешь? Но это бизнес не для них вообще. Бизнес это не для тайского менталитета, не для тайского характера, не для тайской культуры вообще. Это не для мета, это бизнес не для собай-собай. Понимаешь, собай-собай, типа отдыхай, отдыхай, это бизнес не для собай-собай. Там работа каждый день. На Странкили это называется. Тут тоже есть. Ну, Транкили тоже есть. Странкили. Своя тема, да. Да, 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 это всё, это понятно. Понимаешь, Здесь нет такого момента, что ты посчитал, что вот как у нас, знаешь, есть такой момент, что у нас там тайские тоже сотрудники работают, чтобы научиться с ними взаимодействовать, пришлось читать литературу, пришлось изучать буддизм, пришлось понимать вообще ход их мысли и как вообще с ними взаимодействовать, потому что разные были моменты. Что-то помогло где-то там на своем упыте, там, допустим, такая фишка есть интересная, их нельзя отчитывать, допустим, прилюдно. Только один на один можешь поговорить. Да, когда ты должен ему отвезти, мы скажем, дядь, ну здесь ты вот сделал не так, а когда ты начинаешь их прилюдно, короче, они там начинают, у них есть иерархия, разные у них есть несословия, касты. Они как бы скрыты, но они есть даже, ну вот ты видишь, как они между собой общаются, ты видишь, что там те, кто уровнем, или по возрасту они понимают, что там, то есть по старшинству, это очень все интересно, это другой мир, его надо изучать. Как бы нет такого, как ты говоришь, просто, да, легалайз приехала и погнали, нет, нет, здесь надо. Так как в любом бизнесе, тем более в таком маржинальном будет куча-куча нюансов. Когда ты строишь ферму, нужна же земля, да, конечно же, чтобы строить. Вот что круче, брать землю в аренду, либо купить землю? Сразу расскажу, почему этот варик разрушился просто, да, даже мы его не рассматривали, и я его не рассматривал, когда это все еще без партнеров затевал. По тайским законам, все, что ты построишь на арендованной земле, остается хозяином земли. То есть, вот ты построил, вот это то, что я построил, это остается ему. Я могу арендовать на 30 лет, да, но это ничего бумажка не дает, потому что в Таиланде всегда закон защищает тайца. Понимаешь, если он захочет у тебя отжать, ну, это еще один прецедент, понимаешь, на то, что ты потеряешься. Откуда ты знаешь, у кого ты землю купил, у кого ты там арендовал, может быть, он, там, я не знаю, сын прокурора, там, или еще чего, никто, непонятно. Или перезаложено на 10 раз. Конечно, это надо проверять, да, это надо проверять. Это первый момент. В Таиланде это все очень, вот такой, вот знаешь, вот момент. То есть, это инвестиция, но это рискованная инвестиция, когда ты там начинаешь инвестору говорить, допустим, такой момент, мы сейчас построим здесь здание, но знаешь, его через, там, 5 лет отберу. Он может переобуться на следующий день после постройки этого здания. Он может переобуться. А ты уже туда, понимаешь, там, коммуникации подвел. Электричество стоит подвести, там, 50 тысяч долларов. И все такое. Ты понимаешь, ты покупаешь кусок земли, и когда ты подвел к нему коммуникации, вложил туда бабки, это уже другая цена. Там, допустим, энная сумма денег, когда ты уже все облагородил, все сделал, это уже стоит в два раза больше. Все это прекрасно понимают. Поэтому мы этот вариант не рассматривали вообще. Мы все купили за деньги. То есть, у нас все выкуплено. То есть, только покупка. Вон, мы выкупили, да. Только покупка, потому что. Соблазн большой у ребят будет тайских забрать то, что ты там построил. И, во-первых, соблазн, и, во-вторых, это рисковая инвестиция. Мы все риски бьем, убиваем. Второй момент – аренда. Вот в Америке, когда начался обвал, когда крах пошел этого бизнеса, когда цена за паунд начала сыпаться, выстояли только те, у которых все было в собственности, и у которых была своя розница. Эти люди остались в рынке. И они даже, ну, как бы, они только смотрели, как все рушится. И все. И даже никак эта индустрия… Да, и этот крах их никак не… Ну, вообще. Некоторые армяне, допустим, в LA, они травой, когда это было, когда, по-моему, стоило там по 3 600 долларов, они выкупали за год недвижку просто в Голливуде. И выкупали дома за год. Ферма тебе приносила, выкупали дома, просто делали ремонт, продавали. Ну, это супер маржинальный бизнес, как бы, про вот модель реализации мы с тобой в конце поговорим. Вы посмотрите до конца, мы там обязательно расскажем, сколько на этом можно заработать. Знаешь, еще вопрос такой про землю. Вот, допустим, хочу я купить землю под ферму, на что надо обращать внимание? Чтобы вода была, электричество, может быть, там, солнечная сторона, не солнечная. Это важно? Первое, что юристы должны проверить ее на всякие отягощения, всякие скрытные перекупки, перезакутки. Есть такое, там, как земельная книга, называется «Ченот» у них. Он должен быть абсолютно чистый. Эти документы тоже, там, если он, ну, деленный кусок земли, неделенный надо смотреть. Второе, самое важное, это электроэнергия. Потому что, если ты там купил, ну, можно на генераторах, понимаешь, там сидеть, но это уже совсем другая экономика. Это уже немножко не то. Нужно смотреть, где у тебя жирный кабель, то есть, там, на небольшую ферму, ну, говорю, 100 кВт-час, это ничего такого. А 100 кВт-час – это потребление, как бы, ну, небольшой фермы, небольшой фермы. Ну, приличная, но небольшая, грубо говоря. Там есть ребята, которые вешают по 100-200 лампочек, то там, ты же сам понимаешь, что это только лампа 200 кВт-час, плюс еще кондиционеры, плюс еще прочее, прочее, прочее. Поэтому нужно смотреть, чтобы была вода и обязательно электричество, потому что электричество подвезти может стоить дороже, чем строение и земля вместе взятая. Они там посчитают тебе провода этого медного, там надо вот такую вот жилу из столбов, там, допустим, 10 поставить. Они тебе скажут, там, 20 миллионов бат, а у тебя участок стоит 5. А что с водой, кстати? Я слышал, что в Таиланде скважины бурят артизианские, вообще, вглубь такие фигачат, когда биллы строят. Да, да, мы тоже фигачим такую систему, что у меня на участке есть городская вода и еще скважина, и сделано так, что у меня есть резервуар, который, если у меня и скважина сломается, и городская вода сломается, то я могу купить воду, мне просто ее доставят, зальют в бак, и у меня все, как бы, окей. Прикольно продумано. Ну да, это тоже, это из леса, да, это практика из леса, как бы, пошла, что вода у тебя должна быть всегда продумана, потому что было такое, что кончалось, и приходилось покупать. Вообще, безопасно ли вести этот бизнес в Таиланде, ну, то есть, если ты все легально оформил, хорошая земля, корректно общаешься с соседями, строишь, есть ли бандиты, рэкет, криминал, которые попытаются тебя отжать, либо более-менее спокойно? Бандиты, рэкет, криминал, это менты. Здесь все решает полиция. Все упирается здесь в этих самых юристов, с которыми ты начал это делать, которые тебя возьмут под свое крыло. Если у тебя здесь есть люди, которые решают, у тебя не будет никаких проблем. Но надо платить, конечно. Тебе скажут, дядь, ну, ты тут, как бы, кормишься. Короче, каждый иностранец, помимо того, что он тянет за собой 4 семьи тайских по закону, то есть, ты в фирме записался, на тебя 4 человека, 4 семьи тайских, ты их тянешь, плюс еще ты кормишь ментов. Как договоришься, какие связи ты имеешь? Если имеешь хорошие связи, ну, пройдешься по лимонадам. Но были и случаи у нас вымогательства тоже. Приезжали люди какие-то непонятные ко мне и вымогали деньги за какую-то помощь, там, то есть, за контакт по стройке, грубо говоря. Просто за контакт, что дали телефонный номер строителя, мне там человек просил 2000 долларов. Я вообще в шоке был просто. Как разрулил? Так случилось в жизни, что я имею более чем дружеские отношения с одной международной организацией, да. Если дело правое, как бы, у меня всегда есть, к кому обратиться, и вопрос будет решен. А тут было дело абсолютно правое, то есть, как бы, порешали, разбежались, дальше работаем без всяких каких-то таких проблем. Это повсеместная история, либо просто не повезло, и залетные чуваки какие-то заехали, говорят, такие, ой, ты тут ферму строжишь? Это повсеместная история, знаешь, на лоха. Ну, почему бы не попробовать закинуть, знаешь, а вдруг, как бы, и заплатил бы. Ну, ты же сам понимаешь, что раз заплатил, как бы, платишь всегда. А платить здесь можно только... Платить не стоит. Никогда, да, тогда сразу надо уезжать домой, как бы, зачем кого-то кормить. Здесь платить надо тайцам, тайской полиции, они здесь все решают. Видишь, тоже был такой момент, что мы выбирали долго там, не то чтобы долго выбирали, думали, Пхукет, либо Паттайя, либо Бангкок, вообще там в Бангкок рвануть. Но в Бангкоке там, ребята, посерьезнее, там мафия у Волокока. Бангкок – это мировая столица вообще всего движника. Трафика там, силока, оружие. Все чернухи, короче, которые есть. Вся чернуха, которая происходит, все, как говорится, big guys, они собираются там, в Таиланде. То есть там мафия очень серьезная. Если кто-то захочет тебя там от тебя отобрать, отберут. Если фермы бомбят один раз, все. Если ее бомбанули один раз, это ты, ну, как бы, все уже знают, что эту ферму можно бомбить. Как бы, в Лос-Анджелесе были такие. Все, ее бомбанули, как бы, и слой быстро расходится среди мексиканцев, что, как бы, все можно грабить. А там их очень много народу, банды большие. И в Бангкок не исключение, там это все есть. Пукет поспокойнее, Паттайя там тоже есть. Два часа от Бангкока приезжают, люди решают. Пукет, как бы, он более такой ментовский. Здесь нет таких, как бы, гэнгс. Даже таких людей не видно на улицах. Да, гэнгс нет. На улице в Бангкоке ты сразу его видишь, когда у него все, там, расписное лицо. Там, как бы, дядя на тебя смотрит, как бы, не надо баловаться. Ты все сам прекрасно понимаешь. Здесь таких людей не встречал. Встречал, да, здесь наших местных вымогателей. А каких-то вот людей тайцев, которые реально могут там быстро вопрос решить, не было такого. Слушай, а нанимают охрану на ферму? Два человека, допустим, с оружием, круглосуточно, прожектора, вся вот эта история. Ну, я, слушай, я не думаю, что в Таиланде прям с оружием это должно все происходить. Но какой-то номинальный охранник должен сидеть, я, знаешь, они такие все-таки люди миролюбивые. Я не думаю, что кто-то там прям, прям нужен, знаешь, человек со стволом. Нет, достаточно охраны, охраны и достаточно просто миндовской крыши. И к тебе уже никто не будет ни приезжать, ни звонить, ничего, все. Или даже можно там, знаешь, просто указать этого, ну, как бы, шерифа, этот телефон. Все, звоните. Ну, короче, этот все так же, как и у нас. Тут все происходит так же, ровно как и у нас. Ничего, никаких нет исключений. Здесь, сейчас в Таиланде, это 2000-х годов. Ну, по факту, с охраной, если просто какие-то разбойники, жулики видят, что там горит свет, и есть кто-то, они просто не полезут, скорее всего, да. То есть, да, такого не было. Там нужна военизированная какая-то охрана как-то. Вот в Америке такое спокойно может произойти, что ты средь бела дня, тебя просто со стволами налетят на тебя Мексы и отберут тебя все. А здесь такого я пока не представляю. В Бангкоке может быть такое. В Бангкоке такое может быть на Пукете. Пока таких даже не слышал историй. Поэтому, ребята, не открывайте фермы в Бангкоке, открывайте их на Пукете. Там нет пацанов со стволами. Давай, знаешь, про что поговорим очень интересно? Сама вот техническая постройка фермы, да? Например, какой оптимальный размер фермы для старта и почему? Я, кстати, видел твои предыдущие интервью, и ты рассказывал, что есть какая-то конфигурация, которая самая эффективная, да, для начала. Понятно, если ты огромный барон, который строит 500 ангаров, сразу это одно. А вот человек, который начинает бизнес. Какая конфигурация должна быть вначале? Я, знаешь, так не выражаюсь никогда, самое-самое, да. Я таких, ну, как бы самых-самых никогда и не видел. Везде у кого-то какой-то свой стиль, да. И, кстати, я могу сказать, это все определяет инфраструктурой. Допустим, ты можешь в Лос-Анджелесе построить и тысячу, и две тысячи ламп. Есть такие facilities, да. Но какой-то там есть инфраструктура. То есть, если тебе нужно чистить цветы, ты звонишь, у тебя будет 200 чистильщиков через час. Если тебе нужно потримать урожай, ты звонишь, у тебя 200 триммеров будет через час. Здесь такого варианта нет. То есть, здесь инфраструктура вообще, ну, как бы, она нулевая. Здесь нету этих чистильщиков, триммеров. Это никто не знает, как делать. Это профессиональные люди должны быть? Либо можно любого фермера нанять, который, там, папаю собирает? Нет, это люди, которые триммеры. Это нужно еще обучить. Это нужно обучить. Тримм – это последняя, как бы, стадия. На что их смотрят покупатели, как что-то по триммам. Это важная очень вещь. И профессиональный триммер должен тримать, во-первых, определенное количество, чтобы это было экономически выгодно. Он должен тримать при определенных условиях и определенным образом. Недавно вот в руки попалась. В Бангкоке тоже брали. Теста прям по триммам, как в лучших домах Парижа, знаешь. Выстрижена, ну, там все. Просто я сразу взял руку и понял, что там люди смотрят над каждым триммером, чтобы просто каждый бат был выстрижен. То есть это реально, реально, реально такая работа серьезная. Я думал, ну, как бы, знаешь, от чего зависит. Сколько воды, сколько света можно подключить, да, там, какое здание построят. Но я не думал, что, может быть, там, узкое, там, бутылочное горлышко в обработке урожая, да. Конечно. Интересно. Это не только ты. Не только ты. Но я же тоже, допустим, в каждом бизнесе есть какие-то свои штуки, которые ты должен знать. И вот эти горлышки тоже какие-то, вот, ахиллесовая пята, там, или что-то, где ты упираешься. Вот в траве, допустим, это роботизировать невозможно. 90% бизнесменов мечтают, что вот они сейчас заплатят миллион долларов условный, получат контейнер и будут просто по телефону смотреть, и оттуда будут выходить готовые товары. Но этого не будет никогда в жизни. Конечно. Этого не будет никогда в жизни. Это можно, как бы, любому человеку, вот, который инвестировал в траву, я заявляю, что этого не будет никогда в жизни. Робот не подстрижет, не будет этого, не подчистит кусты. Здесь нужен ручной труд. Поэтому все зависит от инфраструктуры. Где-то там по электричеству какие-то ограничения, где-то там по воде какие-то ограничения, где-то по инфраструктуре, по работникам, где-то по закону ограничения. Поэтому здесь очень индивидуальный момент. Нужно брать ношу по себе. То есть, если ты уже пошел в этот бизнес, ты должен все рассчитать, сколько мне нужно людей. А я рассчитал так, смогу ли я один контролировать вот это все, вот управлять этой фермой. Вот, допустим, как меня Болгар один научил, я говорю, а зачем ты вот это все делаешь? Он говорит, а я это делаю для того, что если вы один день отсюда свалите все вместе, чтобы я завтра это мог без вас сделать. Потому что у него отношение к работникам там совсем другое было. Там текучка была, люди как бы валили там с конторы. Поэтому он всегда подстраховывался. Я тоже в этот раз подстраховался. Я спроектировал так, что если не будет, я останусь только один, вот я один, и больше никого, то я смогу еще все равно вырастить урожай, только довести дело до трима. Потримать я уже там один не могу. Грубо говоря, но если сильно захотеть, можно еще и потримать. Но это нереально уже. То есть, я один могу и вычистить, вот свои комнаты по метражу, по лампам. Я так рассчитал, что вот если нет такого работника, что я сам захожу, сам чищу. То есть, один человек, по моему расчетам, один человек управляет одним зданием. Есть там заводы на 200 ламп, на 100 ламп. Вот ты считаешь все лампами. Сколько кустов растет под одной лампой? Индивидуально. Индивидуально. У каждого своя система. Кто-то считает квадратными метрами. Допустим, в лесах, когда выращивают в теплицах, считают квадратными метрами. Сколько ты можешь вытащить с квадратного метра. Это один метод подсчета. Второй метод подсчета – это с куста. Сколько ты можешь взять с куста. То есть, допустим, в лесу килограмм с куста – это минимум. То есть, если ты минимум не делаешь паунды с куста, то это вообще плохо очень. В Индоре измеряют лампами. В Индоре измеряют… Ну, во всяком случае, в Калифорнии, там, я не знаю, где-то, измеряют киловатт-час. И, короче, пытаются подтянуть киловатт. Но для меня это такое себе измерение. Ну, как бы киловатт, ну, хорошо. В Калифорнии киловатт ничего не стоит вообще. 6 бар. Ну, у тебя просто там руки отрубят, заворачиваются и в тюрьму бросают. Ну, да. То есть, когда… А так ничего не стоит. Такой условный момент, понимаешь? То есть, я привык считать с лампы. То есть, вот с лампы 700-ваттовой, нужно вытаскивать 2 паунда. Это киловатт, ну, это килушник. Килограмм. Килушник, да. Это минимум. Это хотя бы старт. Если ты можешь такие результаты делать, ты можешь уже думать о каком-то бизнесе. Ну, и о каком-то… Все, что меньше, это уже не работает. Ну, вот твоя ферма, как выглядит? Какая конфигурация, чтобы ты мог обслуживать ее один? Это сколько ламп, сколько кустов там растет? У меня просто все разбито на комнаты. Я это не сделал все в одном помещении. Я все поделил по комнатам и разделил циклы так, что у меня циклично все идет, что у меня раз в неделю чистка, раз в неделю урожай, и каждая комната у меня каждый месяц дает продукт. Я это так разработал, посмотрел тоже в Америке. Кое-что видишь, кое-что там посмотрел, кое-что там посмотрел, кое-что там посмотрел, что-то в лесу научил, какие-то вот моменты важные. Все это время, что работал, везде записывал знаешь вел дневники записи какие-то основные моменты оставались у меня в голове и здесь они применились полностью прикольно как ты можешь делать понимаешь тоже есть такой момент что вот видишь ты говоришь земля не только собственности земля можно и арендовать здание понимаешь но арендное здание но не всегда она подойдет твоим критериям ты скован а здесь ты сможешь творить то есть вот эти лист бумаги как это начиналось вот простой лист бумаги ручка и я начал это чертить комната 1 комната 2 просто скажет со временем эти чертежи после моих бумажных то есть после ручной записи это все оцифровалось потом подогнались размеры и до сих пор этот проект который я сейчас веду по вот этой ферме он до сих пор доделывается то есть по электрике он еще модернизируется то есть мы будем там смотреть вариант применения солнечных панелей по страховка с через генератора будет там очень интересно очень интересно вот скоро будет готова можно будет посмотреть но мы с тобой еще снимем видосик ребята наш гость обещал сходить на ферму снять виду что вы посмотрели как это выглядит в реальности когда будет готова сколько стоит построить ферму такую как ты строишь вот сколько бабок нужно я думаю что мы в полмиллиона где-то полмиллиона встанем до момента отдач в полмиллиона встанем а на что кстати основные деньги уходят понятно я понимаю тараку это каркас там да то есть ну стены основные деньги если здесь я скажу вот три кита это земля земля самостройка оборудование 4 кита и иди юридический момент по юридическому момент момент моменту я сейчас могу сказать что как на момент подготовки я не учел некоторые моменты и вот спасибо моему партнеру что он как бы такой парень дико он дотошный каких-то мелочах и все проверяется договора все изучает плотно и сейчас мы вышли к к идеальному методу как это все юридически сделать там вот тоже много денег уходит overpaid понимаешь переплатил изначально из того что я думал но в три раза самый мой большой просчет был потому что было много взяток under the table здесь называется это тоже знаешь было не учтено потом когда вот эти все начались конторы все вот эти правила сколько тайцев надо там туда-сюда это все начало считаться это не мог посчитать когда это все процессе начало всплывать там 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 одному тяжело заниматься и стройкой и там юридической частью и продаж конечно полностью все под ключ да ну смотри пол миллиона долларов это вышла и земля и юристы и всякие сопутствующие расходы и там свет и там вода и даже и запасом все вместе до зарплаты там на фонды какое оборудование вообще нужно на ферме лампочки понятно кит лотки чтобы выращивать не вода все нужно уже не лотки знаешь сейчас уже лотках не врачу ну что смотри лампы это основное да это но лампа все в китае производится да даже сейчас было такой миф что я очень долго думал что лампа на которых я выращивал производится в японии но это все конечно оказалось ерундой когда я сделал большой заказ и все пришло из китая я думаю блин ребята я на вас типа же да ну как как бы качество классное вопросов нет все прикольно но все равно они они говорят дизайн калифорния made in japan как меня это всегда покупал подкупала потому что я знаю что японское качество японское качество потом кондиционеры это это как мотор понимаешь мотор машины кондиционер это твой климат потом разные датчики контроллера света co2 3 это дихими дефайер очень важно осушитель это что такое осушитель воздуха да то есть это очень важные очень важное оборудование и столы сейчас все делается уже на раздвижных столах это специальные столы которые у которых предусмотрен система дренажа то есть чтобы вода стекала и они еще раздвигаются что экономить или место в общем сейчас уже так знаешь как бы все уже сделано есть к определенные моменты по которым ты идешь чтобы то есть там есть определенные производитель допустим есть там 5 производитель ламп на которых растет на других не растет есть там три или четыре производителя производить кондиционеры которые надежные которые не там не ломаются они служат нормально нормально работают с нормальные термостаты то есть это твой бизнес как бы от него зависит все есть определенные конторы по контроллерам которые уже проявили себя на которых уже все работает и это все интересно и просто настроить и уже сейчас через телефон в телефоне сидишь уже и камеру подключаешь и видно как у тебя цветы стоят и какой тебе vpd и сколько температуры co2 на моменте подается даже ты можешь уже контролировать все с телефона ну типа классно классно это классно классно все равно на технику понимаешь нельзя надеяться на сто процентов есть моменты допустим с автополивом есть такие люди которые даже вручную не хотят и удобрения мешать делают все автоматически найти системы иногда сбоят они допустим щелочь начинают лить тоже есть на гидропонике вращиваешь а та же степень риска может что-то пойти не так ты тоже потеряешь деньги а потеря урожая это большие деньги там 100 тысяч долларов растения могут умереть просто за начало чем пойдет лишним ну да ты на сторону сотку вот мало того что влетел на какие-то деньги за которые ты платил там электричество аренду так ты еще не заработал как бы тебе еще ни на что другой ран и идти в этот бизнес не терпит неудач очень дорого стоит цена ошибки урожая запоролок следующий будет расти до нужны еще бабки на семена на все вот это запора запор первого урожая это фатальная ошибка все вложился построился первый урожайся должен быть самый крутой потому что у тебя все нового оборудования лампочки горят по диоды горят как сумасшедшие конец и ну как бы все новое все работали все свежие все никаких микробов ничего нет все прикольно как бы всех гравиров которых я знал самый первый урожай был самый самый крутой 1 урожай тебе где в странах где это нелегально где нет олегалайза 1 1 твой урожай окупает тебе всю твою инвестицию вот все что ты вложил грубо говоря если мы сейчас вы пошли бы где-то в нелегал но в нелегальной стране все эти пол лимона который мы уложили до с первых урожаев с первых урожаев должны были бы отбить это все там где это легально это другая история то есть там уже там уже таких бешеных заработков бешеных заработков нет но заработки есть неплохие ты говоришь его много сейчас автоматизации электроники которые все-таки нельзя полностью доверять а какие там пару фишек у тебя самые крутые с точки зрения инженерии на фермах которыми ты гордишься прям что-то крутой запилил как сам ничего не выдумал не выдумал гордиться как бы мне не чем я только выдумал свою свою методику а то что интересного видел ну вот тролл мастер контора неплохо двигается интересное оборудование качественная идут сейчас все на тачах у меня одна комната сделана тролл мастера это денег денег выкроили блин там заплатили кучу денег все самое передовое самое новое все буду снимать показывать и комментировать а другие комнаты будут на том оборудование которые я привык работать тролл мастер могу отметить могу отметить гроберт choice могу отметить удобрение контору как вот контора афина двигается очень классный делают маркетинг вообще очень интересно продают они выгодно отличаются от других они какую-то философию там пытаются под это подвинуть вот а так ничего нет индустрия только зарождается вот мы были на выставке там войти никак не представлена вообще то есть но по и по никаких решений цирр и ну ничего победусь вообще нет ни одного стендов пойти есть куча стендов по лампочкам но лампочки там как бы все профессионалы знаю что эти пять брендов есть больше нет ничего не представлены дихими дефайры как были квест американские которые стоят в три дорога так и ну и остались а так что для чего не нужны кстати осушители ты говорил а для чего не нужны когда урожай сушишь уже на самом вообще самая самая беда этого этой культуры это влага вообще наверное любой культуры но этой в особенности то есть здесь контроль влажности это номер один сначала 80 но с 80 он опускается до 50 в определенные моменты а в таких тропических поясах это тяжело дико сделать чтобы не было болезни влага она зарождает всякие молд всяких паразитов так как эти говорю что я не профессионал но я слышал это мы в других твоих интервью и в целом слышу что есть ассорта они сильно отличаются да есть прям целый генетический лаборатории которые выводят вот этот вот сорт как бы вот эти семечки которые там заказывают из калифорнии например в чем разница в сортах почему один дороже а второй дешевый вообще за 2 баксы грамм там будет стоить вот в чем разница понимаешь сам культура в калифорнии культура там есть сила бренда это раз есть реально крутые конторы которые этим реально занимаются и выращивание и бридерство это разные темы то есть ты делаешь генетику это не выращиваешь траву ты где какой-то крутой сорт некоторые сорта сейчас калифорнии стоят по 15 тысяч долларов за один росток за один клон эти семечки которые стоят там тысячу долларов штука я сам лично такие видел есть чем прикол а прямо на они такие крутые допустим кто-то вывел сорт да какой-то назовем условно его там сорт а вот сам клонировал там это этот сорт залетел то есть этот сорт все хотят вот и все а сорт только у него и он диктует цены хочешь такой сорт но заплатить деньги то есть получается они имеют когда его употребляет уже потребитель какой-то крутой эффект скажем да если если контора если контора имеет имя если к если контора имеет имя если сорт поимел успеху конечного потребителя конечно все они задирают там прайс сумасшедший держит пока сорт на хайпе какое-то его времени а потом могут вообще дропов сделать что они вот или сделаю что они скидывают этот сорт и под когда у них уже появилась какой-то другой на это короче бизнес там у них определенные законы все по секрету все как бы достать не достать там приехал опоздал не получил есть сам целые очереди выстраиваются около этого лотка короче там целая эпопе хорошую генетику достать проблема я там гонялся за ней очень долго видишь мне просто сложно сказать я не потребитель как бы ну не моя тема поэтому видать да когда покупают ребята которые уже курят им это заходит крутой эффект и они начинают за ним гоняться это так а чё я купил чё за бренд а где достать конечно так вот да получается становится популярна когда ты начинаешь курить уже такую у которой top shell в которой хайдек выйдет называется ты уже потом просто не куришь ну да ты получил ты понял что это такое вот эта трава так выглядит вот это вот ну как бы вот это есть такой продукт а есть все остальное ты уже все остальное не куришь ты хочешь такой продукт все сейчас это очень сильно начинает становиться реальностью даже здесь в таиланде что все начинают понимать что такое нормальная а что такое сеновал я был в августе как раз это на пхукете и проходился там по злачным улицам везде 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 продают там у кого-то какие-то бренды наклеены там что-то какой-то pineapple чего-то там что-то еще что-то еще но у меня как непотребительно сложно понять но видно что чуваки у каких-то магазов они больше скажем так собираются а где-то стоит палатка с этим неоновым листом и там никого особо нет наверно к это какой-то дешманы такое и к первое что должно быть это качество ты же платишь за качество качества отдыха то есть но и все есть качественная качественный продукт есть некачественный продукт начинаешь разбираться в качественном продукте некачественный продукт просто не устраивает зачем за это платить я когда прилетел вернуться с калифорнии я вспомнил вот этот вот наш наш продукт я на него посмотрел и не готов платить и курить перестал также здесь и в таиланде приехал по 30 приехал посмотрел дома он так на это тоже не готов платить хотя мы тоже я знаю за сколько это куплено в калифорнии в таиланде местный она только начинает появляться только вот час какие-то фермы которые построились начинают давать какие-то урожая какие-то результаты их очень немного хорошую в таиланде найти надо постараться но я думаю что скоро с твоими фермами это не будет проблемой когда будет урожай через лучшие надеюсь надеюсь что рынок охватит всем но здесь есть ребята которые хорош неплохо двигаются умеют что-то делать интересуются вкладываю деньги китайцы вкладывая деньги вот и фермы строишь офигенные крутые фермы а почему нельзя в теплице выращивать в теплице можно выращивать в калифорнии можно выращивать там где сухо но здесь влажный сумасшедшая куда теплица здесь без теплицы теплица там пресень пойдет с гниет этого дару чё на поля жена на конечно это него это знаешь там мы ребята присылают иногда какие-то там бизнес-проекты какие-то там истории в которые люди хотят вложить денег и там знаешь строительство там трех теплиц я когда вижу это слово теплица там все помянем вычеркивает про проект проект да все понятно в теплицах короче в таиланде не выращивать на пакет приезжать туристы в основном я разговаривал с одним предпринимательным с айланда кстати выпуск был как русские дела бизнес в таиланде подсказках появится посмотрите недооценен выпуск очень и он говорил что в среднем в год оставляют 19 миллиардов долларов на пхукете туристы тоже приезжает 19 миллионов тукасар ты точно потратишь такие чуваки приехали приехали уехали да неужели для вот туристов просто туристов да которые приехали от моей стране запрещено они будут выбирать прям какой-то сорта которые не шарят даже большинство потребителей которые скажем так дорвались и не шарит им любой как бы какая есть тот и покурит это сейчас происходит это это уже начинает прекращаться то есть вот но это сейчас происходит индустрия очень молодая люди не не понимают еще продукт понимаешь пока еще не разбираются но это для нас хорошая возможность хорошая возможность потому что их хватает и тех людей которые понимают их очень хватает ой 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 по магазинам идти искать сорт какой-нибудь там блю там раз какой-нибудь конечно люди которые готовы платить причем люди что но европейцы разбираются американцы так тем более англичане разбираются ну здесь как бы таиланд они нет нет не только русские сюда приезжают сюда приезжают со всего мира совсем австралийцы прекрасно разбираются потому что у них это можно друзья дальше гости говорился в моментах где названы цифры в рублях он имел ввиду тайские баты один бат равен примерно трем рублям я поговорим про самая наверное интересную часть нашим дорогим зрителям это сколько бабок можно поднять с этого бизнеса мы с тобой зафиксировали что по уляма баксов под ключ стоила тебе ферма но сейчас ты запустишь на инвестиций сколько урожая можно собрать вот с твоей фермы сколько твоя ферма может давать и это сколько урожая получается говорю есть комнаты в одной допустим ростки в другой уже они растут в третий собирается как-то у тебя цикл такой крутой сколько в граммах можно собрать за сколько времени а потом за сколько это можно продать потому что там сбыт отдельная история мне тоже интересно мои бизнес-модели я даю каждый месяц 10 килограмм каждый месяц у тебя вырастает 10 килограмм да да но может быть и сейчас еще увеличу производительность может быть еще каких-то два захода будет бонус на 10 килограмм окей за сколько можно продать 10 килограмм в таиланде но за месяц хотелось бы продать все 10 килограмм и даже больше а по деньгам сколько вот стоит килограмм ну смотри имея свою розницу хороший став здесь top shelf 4 аквались как они его 4 плюс как они его называют и как уже сейчас появилась такая оценка 950 бат стоит 950 бат это что грамм до грамм это в розницу хорошо за 500 бат должен такой продукт улетать вот ты считаешь это 5 миллионов рублей это 50 тысяч долларов 50 тысяч долларов выручки в месяц ты можешь получать при таком ну как реалистичном раскладе может и больше но не меньше скорее на реалистичном раскладе без каких-либо дополнительных продуктов которые может давать ферма ферма может давать такой продукт как клона генетику это вообще деньги деньги которые лежат на земле один клон чтоб ты понимал стоит 10 долларов клон клона для красота как рассада чтобы ты понимал то есть как знаешь ты помидор семечка прорастил как действовать его семечка прорастил семечки никто не выращивает растения как тогда но семечки а еще раз тут покупают уже клоны готовы раз рассада семечек выращивают а материнские растения мамки из них уже нарезают рассаду больше бабушка там в детстве не покупал помидорчик вот это вот клонка начинаешь погнал то же самое все то же самое просто на другим другие другая культура 50 тысяч баксов ты не продашь в месяц слушайте килограмм нет может быть продаж не знаю можно и помидоры здесь выращивать следующая бизнес-идея с ферма помидоров не знаю не умею помидоры надо надо изучать ехать куда-то работать на помидор на помидорные фронта в италию в италию там самые вкусные помидоры руки а вот допустим ты говоришь про сбыт 10 килограмм травы есть продать их за 50 тысяч долларов это кому продавать это оптовики какие-то скупают приезжает дядя на траки ты ему закидываешь и он тебе отдает бабки наличными условно на счет переводит как угодно либо это ты про розницу эта схема работает в америке здесь такого нету здесь здесь мелкий опт здесь магазины берут по 20 50 грамм 100 грамм максимум как такового крупного опта нет здесь по мелкому опту работают а какой шанс что это просто будет лежать ну ты не реализуешь ее за месяц сколько она может лежать у тебя говно и не по не продаться она не месяц будет лежать и два и три и потом она прожелтеет просится в тену ты его выкинешь таких историй миллион это тоже риски в этом бизнесе даже то есть трава не зайдет потребителю почему-то ты можешь просто про горе ну конечно сейчас но как бы в америке там гринхаус теплица вообще не продается никому даром от в насколько быстро продается который ты выращивал люди сметают слушай но то что я вы я выращивал уходила неплохо всегда по хорошей цене не было такого что там что-то скидывал был было пару сортов у меня таких неудачных когда знаешь я грубо говоря не успел у меня была зеленая вышла такой мне еще был сорт супер глу крутая классная но зеленого цвета понимаешь а все зеленого цвета в калифорнии уже никто ничего не покупает уже давно я как его не успел уже пошла мотан это фиолетовая и зеленая уже никто в руки не брал но все равно продал без черно продал целый маркетинг да 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 надо знать целая индустрия я видел эти фото фиолетовые желтые когда с пыльцой да надо разбираться надо разбираться целый мир надо разбираться прикольно интересно если говорить про розницу у тебя есть ферма например ты можешь открыть допустим свой магаз от фермы там либо два магаза есть смысл делать свой ритейл свою розницу да либо просто можно по магазинам продавать я вижу что есть так получилось что несколько было как бы президентов на но инвесторов потенциальных я выбрал в партнерство инвестора потому что он он не говорит я профессионал продаж вот я это на себя забираю а это то что мне надо было у меня деньги но мне не было ключевое потому что были люди там грубо говоря их было там человек может быть пять-шесть которые которым не было проблем проблем вложить деньги это сумма там сумма небольшая я понял что с бабками особо проблем нету а вот чтобы человек реально этот бизнес качнул то есть я вообще не продажник это грамотно грамотно сделал потому что нельзя брать партнеров которые такие же как ты надо брать и как бы вот он меня дополняет тех моментов которых допустим у меня есть пробелы в таких как допустим я не люблю договора и читать сидеть там но я знаю что я отправил человеку все он не там завтра утром позвенского нет в этот договор подписываем или не подписываем это есть там не спрашивают почему ну и в таких моментах как продажи то есть интернет маркетинг человек знает что он делает понимает куда звонить сколько это стоит кому что как чего и сам это развивая да то есть он не лезет в мою кухню я не лезу в его кухню мы просто вот встречаемся и обсуждаем какие-то но момент до того что только я это знаешь утверждаю логотипу там разработали дизайн там присылают типа да клево клево все дальше пошли но вы все-таки да но надо определенные разрешения определенные условия конечно соблюдать но в любом случае ты знаешь кого самое лучшее продвижение сайтов и диджитал маркетинг поэтому обращайся я заинтересован вообще в развитии диджитала и но пока на это нет времени и особо у меня вот нет в этом познание я сейчас в этом разбираюсь я знаю что можно я знаю да что вы довольно таки профессиональная команда когда у этого вопроса обязательно у себя спрошу посоветуешь может быть что это может быть еще какую коллапу за 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 делаем почему нет в этом прислал личку и вы дорогие друзья не забывайте что у меня есть агентство rush agency которая продвинет ваш бизнес в любой стране мира и даже в слушай получается как ты заполням и баксов построил ферму которая может давать 50 тысяч долларов выручки в месяц а сколько затраты чтобы выросли этот урожай на 50 тысяч долларов там же сотрудники есть есть вода электричество клонов надо сделать основные затраты за ставка гровер самая дорогая часть этого мероприятия потом идут коммунальные платежи и идут удобрения но это небольшие траты это там это не десятки тысяч даже может быть все вместе десять тысяч долларов но сколько чистыми получается с полтинника но чистыми спать чистая прибыль чистыми с полтинника все будет все будет известно когда мы это все дело сделаем сейчас эта теория поймать но твои ожидания с этой фермы какие ну больше половины типа 30 там условно да но понимаешь как оставаться то есть какие как вы договорились у нас есть еще такие договоренности что мы вкидываемся в развитие то есть мы не мы не забираем за у нас есть там фонд на то фонд на исследование фонд на то еще не могу тебе сказать точные цифры точные цифры не скажу себе проработаю вот буквально первый урожай продадим все будет известно все встанет на свои места но за дел там есть точно у крутяк надеюсь что что вы будете расширяться и получается условно за год ты сможешь отбить вложение там и получать профит как я думаю максимальный срок за который проект должен убиваться что вообще в нель яска к еще раз и повторю в нерега в нерегале правила такие вложился первый заход отбился это все позволяет цена в легальном моменте но год грубо говоря за через год это вот все все наши землю строение мы все должны быть отбить как бы даже это очень быстро да это очень возврат инвестиций сто процентов за год это причем в наркобизнесе причем гарантированный хороший бизнес гарантированная недвижимость подкрепляется именно активом я общался с людьми которые в бангкоке ринулись тоже знаешь и мы сидели с ними говорили но мы 700 700 тысяч в лупили долларов игра что у вас по ну а что вас на сегодняшний день есть за 700 тысяч он начинает не перечислять игры ты вот сейчас не назвал смотри здание арендованная ты мне на 700 тысяч наговорил у тебя есть только можешь кондиционеры до лампочки скрутить это все грузовик кинуть и свалить а у меня за полляма есть и кусок земли и у меня есть здание которое я за сегодня захотел отрастил к завтра там грубо говоря гипотетически бар сделаешь возьмем ну допустим но так случилось что все запретили я как бы металлоконструкцию свой срезала у меня свайные железобетонный фундамент но гостиницу построен но построить там не знаю склад но там еще чего построить ну кстати да это круто что ты можешь реконфигурировать под другие бизнесы если да 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 мы говорим что вот если так случилось что ребята ну все зато они там сошли с ума скажешь закручиваем у меня хотя бы осталось это через год и здесь законы так быстро не принимается каждые полгода то есть они собираются допустим собираются по-моему каждого третьего или девятого и в октябре и в мае по-моему да вот интервал они собираются они что-то вносят какие-то из меня это полгода все принимается понимаешь и следующее если они что-то захотят у тебя еще есть полгода они ничего не могут вот маме ежемоментно там то есть прекратить то есть у тебя есть вот если не сегодня сказали мы вам закроем кислород но полгода у тебя точно не ты можешь полковно ну слушай это прикольно агрессивно что-то делать там я не знаю чтобы хлеб бабки верну слушай а много скама сейчас на рынке вот ты строишь ферму там есть какие-то чуваки которые строят фермы допустим привлекают бабки под это много сейчас таких дилетантов просто инфо цыган пришло которые обещают какие-то там за твои инвестиции большие бабки будет просить все это дело есть такое уже и уже есть люди которые пострадали которым люди обещали там какие-то там помощь протеже и прочие прочие вещи ну просто с камеры тоже по покидали кофига людей есть люди которые просто лезут туда куда они не понимают лезут и еще начинают проповедовать но я не знаю вообще люди которые инвестируют бабки серьезные они обычно изучаются досконально кстати вот тоже мой партнер почему я вот первое что его как бы тоже его отметил из остальных мы тоже делали инвестраунд грубо говоря и выкладывались в telegram я выкинул инвестиционную модель там не было все расписано кэш-флоу все дела потом у меня там был значит смета на строительство причем на английском языке ну короче ряд определенных документов и там были моменты которые но нужно было все просмотреть все вот все просто вот изучить чтобы знать что у меня там не учтено в смете некоторые моменты это он единственный кто мне написал там дядя у себя там это это непочисленное такое прикольно потому что он заинтересован с ним уже дальше как бы общаться там люди которые знаешь там да да там деньги не проблема там ты даже смета не посчитал не почитал да там так чувак это что не то что почитал еще это перевел на русский все понимаешь что там там блин бухгалтерия грубого этом 25 страниц еще перевел на русский разобрался нашел где этом типа но не указал достойный подход да достойный подход поэтому как бы вот этой индустрии она не терпит людей которые что-то не просчитывают где-то там могут залениться пустить что-то на самотек поэтому скама много потому что люди они фантазеры здесь всех называют фантазерами профессионалы которым люди обращаются вот допустим по проектировке какой-то помощью люди здесь их называют который что-то шарит фантазер приехали фантазеры фантазии свои воплощать в реальность найти фантазии рухнут очень очень скоро мы это увидим кстати скоро когда будут писать посты что вот я строил ферму метам плесни все сожрала не делайте этот бизнес ну посмотрим не рентабельно не выгодны да 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 не рентабельно не выгодно любой бизнес рентабельные выгодны просто как ты его умеешь его делать да как ты его делаешь как ты его организовал как ты его настроил пожалуйста там мебель производит там миллиард компании но икея вот сделала по-другому видишь всех взорвало там даже тоже как бы джангл бой то есть все знают бренд крутой бренд они лучше но все хотят и хотят и семечки губой все удобрения их покупать и все и все и все и все хотя интересно что этот рынок про маркетинг больше видишь не лучше то есть как бы сейчас я считаю по маркетингу вообще в целом в мире уже дофига хороших продуктов вопрос только в упаковке в маркетинге какой будет надаваться достаточно столько маркетинга я офигел на самом деле что сорта там цвета то очень прикольная штука что он ездит на много сид да да но и не только вот это сейчас ты должен как бы разбираться во всем во всех современных применять там нейронку быть как-то в меди и участвовать заходить общаться с людьми по выставкам прочим прочим сейчас бизнес уже и такой как был раньше я наблюдал как мои родители допустим того выстраивали бизнес там грубо говоря два телефона факс погнали бам-бам-бам делаем деньги сейчас я думаю это же до skype что-то мотива русская факс эти бах-бах заявки там пошли перепечатали там 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 деньги делаем быстро на телефоне сейчас такого уже нет сейчас тебе надо там социальные сети там ну короче все это рынке продаж вся вот эта история поэтому надо разбираться до этого надо во всем разбираться дай пару советов напоследок нашим зрителям чтобы у них с большей вероятностью получился бизнес на информации мало но все-таки она есть да изучите посмотрите посмотрите как это делают американцы если есть возможность посмотреть в калифорнию поработайте если никогда не сталкивались с огородом сдачи с какими-то растительными культурами но вообще не советую этим заниматься если не готовы уделять этому все свое время если вот не готовы на новый год поливать цветы значит не надо лезть в этот бизнес если вы на новый год хотите поехать с друзьями прикалываться там пить шампанское и думаете что как бы цветы вас дождутся они вас не дождутся спасибо тебе большое что пришел рассказал нам про такой скажем так интересный бизнес весьма маржинальный было прям очень интересно узнать как это все работает изнутри а вам друзья скажу что к наркотики зло никогда их не употребляйте вот и никогда это не трогайте здесь мы разговариваем только про бизнес и только про легальный не дай бог вы тронете эти субстанции в своих странах где-то запрещено никогда не делайте это